и снова здравствуйте приветствую вас на уроке моего видео мастер-класса по созданию подушки цветы на снегу в этом уроке я расскажу вам о том как создавать проект художественной стежки вокруг уже готового дизайна на что хочу обратить внимание нам нужно определить границы нашей художественной стежки конечно стегать мы будем всю заготовку это обязательно нужно для того чтобы вам было потом легче и и кроить шивать стегать на ней но однако же лучше всего ограничить он пространство для художественной стежки для того чтобы в дальнейшем она не вшивалась в шов ну о чем я говорю наверное будет понятно чуть позже когда я покажу как я это буду делать мы берем нашу линейку моя линейка 39 на 39 сантиметров и рисуем границы художественной стежки имейте ввиду именно художественной стежки то есть по краям мы обязательно делаем заполняющую стежку но художественно мы все-таки ограничим я стараюсь ее так разместить чтобы не было красиво смотрелся гармонично смотрелся наш дизайн и рисуем наш квадрат моя подушечка будет 40 на 40 сантиметров то есть нам нужно будет конечном итоге получить 42 на 42 сантиметра но тем не менее именно художественная стежка у нас вот ограничено в квадрате 39 на 39 сантиметров после того как вы обозначили границы нашей художественной стежки нам нужно прикрепить чтобы у нас никуда она не уехала нашу заготовочку к столу то на чем вы будете рисовать хочу также пояснить что этот процесс может занимать неделю две поэтому постарайтесь разложить свою заготовочку в том месте в котором вы она никому не будет мешать и вы можете спокойно подходить в любой момент подрисовать что-то конечно это этот процесс достаточно длительно особенно на первых порах если у вас не получается нарисовать и создать проект художественной стежки сразу это не говорит о том что нам надо бросить нет просто люди же не начинают рисовать сразу то есть надо какое-то время то же самое и здесь и моя задача облегчить и наверное не только облегчить ваши старания а еще и как можно быстрее чтобы вы научились и для этого я расскажу вам все секреты и нюансы которые помогут вам гораздо быстрее давать перфектную художественную стежку проект перфектная художественная стежка после того как мы закрепили нашу заготовочку на столе мы используем мы будем использовать ту самую нашу пленку который конечно опять же облегчит вашу жизнь то есть именно вот это как я уже говорила она плотная она никогда не порвется каким бы тонким фломастером вы по ней не рисовали у меня был случай когда я использовала достаточно тонкую и фломастер прорвал мне эту пленку я естественно моя заготовка была испорчена я не смогла не отстирать в общем одним словом не повторяйте мои ошибки вот используйте плотную пленку далее после того как мы прикрепили нашу заготовочку к столу я прикрепляю пленочку я тоже надо закрепить так чтобы она была дофиксирована так как я еще раз говорю о том что у нас будет достаточно длительный этот процесс конечно моя задача укоротить этот процесс для вас но тем не менее возможно это потянется на какое-то время я закрепила у меня видите я уже не могу двинуть это самое главное далее опять я использую линейку и на пленку перманентным маркером я перевожу те же самые границы нашей будущей художественной стежки для того чтобы опять же потом состыковать было удобно почему перманентным потому как эту линию мы не будем никак корректировать она нам нужна вот такая надежная несмываемая далее в обязательном порядке подпишите прямо на пленке низ вверх опять же это тоже облегчит последующую стыковку нашего дизайна и подпишите название то есть подушечка цветы на снегу почему это нужно именно вы например захотите сделать такой же дизайн лет через пять и у вас будет накопиться огромное количество таких заготовок таких проектов и вам будет достаточно сложно понять для чего это нужно для чего была разработана именно эта стежка вот конечно если вы подпишите вам будет намного проще искать ну и год там 2015 например в чем после этого мы приступаем к созданию как раз таки нашей художественной стежки немножечко хочу рассказать об этих фломастерах за том что раньше я рисовала обычными фломастерами какой минус у них если вы недостаточно хорошо смыли с пленки а после того как вы нанесете перманентный маркер все введете если вы недостаточно хорошо смоете тот фломастер который мы рисовали вы можете потом опять же испачкать ткань поэтому я вам очень рекомендую использовать эти фломастеры которые смываются в стиральной машине потому как даже если вы испачкаете ткань вы ну оно просто стирается и все легко и свободно мало того из-за того что много оттенков вы же можете варьировать цвет ниток то есть конечно такие фломастеры открывают вам очень большие возможности вот используйте не важно какой фирмы главное обязательно протестируйте как это сделать на маленьком кусочке ткани порисуйте так от души всеми цветами можете потом пропарить и постирать если отстиралась имейте ввиду отстирывается при 40 градусов меньше не отстирывается не отстирывается и конечно какой то мощь порошок там должен быть желательно жидкий чтобы не оставались пятна поэтому я вам очень рекомендую создавать дизайн художественной стежки именно этими фломастерами немножечко хочу буквально пять минут остановиться на том о нашей самой любимой самой желанной наверное или самом желанном элементе художественной стежки это перья и у меня были такие ошибки и скорее всего у вас эти ошибки я тоже встречаю разглядывая ваши работы поэтому я буквально чуть-чуть заставлю на это внимание каким образом создавать красивый элемент стежки перьев на что нужно обратить внимание вот ваша веточка конечно чем плавнее линия чем более она круглая тем намного красивее смотрится будет смотреться наша веточка с художественной стежкой далее само перышко тут очень важно оно состоит из кругов тут очень важно то есть вот вы рисуете вот видите если я продолжу то это будет круг дальше я опять рисую и опять то есть вот здесь тоже круг то есть все это сейчас нам более ровную поверхность то чем больше кругов вы рисуете тем из больших кругов состоит ваше перышко чем красивее будет вот этот дизайн художественной стежки то есть это первое второе любое перышко должно сходить на нет вот это расстояние это острый угол обратите на это внимание потому как нам не нужны баклажаны как их еще там называют овощами то есть обычно рисуют вот так вот во-первых здесь нету круга здесь нету острого угла и обратите внимание что конечно все должно быть из круга вот и начинать нужно обязательно снизу только снизу и чем более изогнутая линия тем более красивая у вас будет художественная стежка в этом дизайн немножечко не мешает а вот то есть более красивая будет этот навык приходит не сразу для того чтобы пришел он ко мне я рисую постоянно вот просто на салфетках в кафе я рисую везде у меня все изрисованное ну я и вам желаю конечно этот навык у себя развивать потому как ну он конечно пригодится вам будет намного легче стягать потом переносить этот вид художественной стежки на стежку именно с машины ну м ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok